но видно вот видно я сейчас делаю лучше еще белых видно видать вот так хорошо видно но давайте расскажите кто вы у нас все записывается выставляется в интернет вы не против говорите что хотели узнать посмотрел видео а регистрация да вот такой человек земля плоская у него твердый купол вверху космонавты никуда не летали на луне не были то за этим знаете сколько купола там сверху океана воды там километров за 700 за 7000 километров сколько путешественников который путешествовал который кониха федор такой на воздушном шаре облетал вокруг а он не верит этому открыть неправда ну так и не верит не верит был такой святой один у василия великого брата григорий низкий год людьми верят только в то что могут сами сделать а он сам не может плавать за счет не было этого я читал книжку догматическое богословие там мушчок ну старец какой-то никому это зовут ну он в ересь попал да он короче он говорил допустим как вот допустим предмет да как он называется да слава богу он когда приехал он был другой другой он скрыл что-то у него уже было то а потом началась мы считаем это объяснованием это человек предался сатане и одна ложь любой лжец если лжет он сразу высчитывает это друг если человек правду говорит это враг это тяжелое поражение духовное где бы какой лжец не появился сразу с ним соединяется написано птицы слетается к подобным себе вот у меня я начальник детского лагеря был 45 лет основатель православного ну и каждую пятницу там большая яма большая мы сделали сиденья такие как подиум и ребятишки картошку там пекут и все и вот из деревни один приходит ну мальчишка хулиганистый и он первый раз видит которые сидят хорошие ребята а есть один который хулиганистый он прям проходит и сразу около него садится он его по запаху узнает но то романа точно так же он где-нибудь от герман стерликов там глупости гонит он это хорошо что-то там где-то услышит бабка вас не видела о это самое то что надо шестерка того паспорт рассматривать он паспорт жжет свой показывает жжет паспорт жжет паспорт и в интернете выставил и не дает паспорта теперь надо нам властям завоевать в это сказать то у него украинское гражданство а он здесь пребывает то незаконно обещался что осенью поедет там определиться приедет ну как законно государство то а вот эта вся власть антихристова не надо слушать ну не надо наручники наденут на тебя хоть такой он в москве то когда начали проверять на базаре там много было так которые приехали их никто не звал тут ну и как собрали в одно место потом до границы довезли там в туркестане то издали и каждый расписался а если еще приедет сюда значит все 35 лет будет на лесоповале конечно на то на государство как же по-иному то он не слышит вы работали с ним вот хороший человек и скажи как говоришь ли я под хвост подпала все разнес гребезги все 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 враги ему там особенно он через меня и пришел через интернет а сейчас на меня он там гонит что я могу только плакать и молиться о нем все погубил погубил ни за что притом и его никто не трогал ничего это искушение большое нет 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 это невозможно это только надо отчитывать что демон вышел то в нем сатана сидит он всякую ложь принимает он не слышит он со священником как разговаривал то ну вот он разговаривал с ним так что нет нет на надежды никакой нет он уничтожил сжег все но непонятно какой паспорт может быть заграничный приезжал и не дает и поэтому обязана обратиться к властям потому что иначе нас будут давить за это как-то человек с другого государства другого государства нигде не зарегистрированы подданство нету и начал строиться ну кто же разрешит и землю они начали не имеют не претендует и ему говорили у него хорошие отношения то два ролика то вы его посмотрели да 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 это сегодня привезли мне я сегодня его уже закачал тут у нас еще не скрывается все открыто нам что скрывать то у нас школа государственная а его не нужно хоть в один день пускай все идет под нож вот сатана вошел и больше человек ничего не может сказать он злобный злобный сделался такой добрый был да 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 тут еще как никита боже а ну-ка подозвать его никита подойди сюда тебя зовут работаем привет привет добрый вечер вот сижу а батюшка ушел да подчиняй примус точнее там этот для дров ящик делаем сломался присядь маленько чтоб тебе видно было немножко вот сюда вот вот оно Никита 3 года 3 с половиной 4 4 4 года 4 года смотри все знают а вы первый раз звоните к нам ну вот я вот смотрел на ролики которые были вот смотрел два разных человека первый первый Никита тот сериал даже есть немного комедии ну прям как фильм а что вот самое интересное то что реально реально все реалити все да 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 не построился ну там в доме ты делаешь там что-то помнишь заезжал в дом ну дом есть но к зиме он еще не готов полноценный нужно утеплять окна там подпол и вообще уголь там нужно чтобы жить зимой там дров надо сжечь наверное сколько не знаю там немерено чтобы прожить хотя бы выжить там а так да потихоньку потихоньку все равно потом сделаешь особое ну да даст Бог спасти Христос да спасти Христос я пойду продолжу тогда свои занятия давай с Богом а вы еще так часто пьете то зачем ну не надо во время разговора это нехорошо уберите его не люблю это потому что отвлекает одно а потом человек показывает какое-то ну как же так мы верим вечный огонь а что там то будет то христианин должен везде быть собранный вперед трудиться а как так нельзя недавно вышел из дома ну и крестик забыл еду короче в маршрут иду ну что то вспомню крестик забыл и думал сейчас день вот это не то пойдет не так пойдет а потом начинал размышлять об этом ну Бог то не в крестике живет это просто крестик сумел и что я так переживаю что крестик забыл то что самое случится ну что ну мало что то там не так пойдет что такое ну неправильно наверное привязываться к этому крестику ну надо просто чтоб был на тебе крестик и все бывает так что там оторвался или как ну не помирай от этого крестик можно купить а служение Христу если ты его не делаешь ты его не приобретешь просто так это навык когда Господь говорит чтобы человек взял свой крест следовал за ним это чтобы мы болезни страдания гонения насмешки поношения все переносили спокойно доверились Богу без его воли волос на голове говорит это не сделается белым черным вот и все апостол Павел тоже говорил всегда радуйтесь да всегда радуйтесь за все благодарить ну тяжело конечно с радостью ну по благодати Божьей как я пишу да стараться нужно да хотя бы обгумывать то что ты неправильно делаешь да Володя ушел там батюшку провожать а еще смотрел про Василия ну который сейчас у Пупкова Сергея да он Сергея да и как раз ролик вышел как он через забор или лазер через забор это он же был? да он 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 такой человек никому никогда не подчинялся и просто кажется под монаха или под придуркой играл а Сергей его сейчас уже на всякие дела берет и сегодня селом уже заставил его говорит идти на исповедь но у них же сегодня это пост нет поста то нету просто на исповедь сходить пост еще неделя потом Маслина а потом только пост а потом пост они сами решили попуститься смотрим видео Сергей выложил видео он говорит как ну дух от жорства ну типа в тебе он говорит да я пять литров одним махом могу а за пять минут что такое за аккуратно Володя подойди сюда познакомиться тебя знают мне вот садить рядышком маленько там закончить надо сейчас сядь еще не будет человек он специально подошел ты уходи в сторону тебя не видно не видно не видно все хорошо ну вот вот мы здесь и живем а вы вы разговариваете как-то участвуйте в нашем где исследуется писание уроки идут по скайпу нет я еще ну не изучил просто я не знаю а я вам сейчас закончим говорить я вам скину и вы завтра у нас занятие будет три раза в неделю идут по скайпу у нас люди отовсюду из Израиля бывает из Америки из Германии я видел там много таких квадратиков да 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 а вы сами будете участником только там написано как надо позвонить ему Сергею ну тоже в скайпе то и он вас примет и вы будете участвовать сейчас двадцатая глава откровения ну это как это поддержка большая для человека ну все свободен иди с Богом ну вот все в первом я с тобой второй раз в жизни ну вот как вы с кем то у вас кто то есть еще дома то у меня племенник но он вышел куда то а а а зачем вы бреетесь ну блин вот я знаю нельзя не надо не надо не надо не надо господь так устотворил что в мужчина это его красота его сила его власть а подкаблучники они все бреются и зачем это нужно портить вот вы в храм вы в храм если ходите посмотрите иконы нету бритых никого это считалось большим поруганием для человека это история библейская говорит услуг у давида у давида бог раздражение это это что это что не раздражение это что ты решить решите начали решаться просто не прицепиться вы в храм то ходите да я хожу но последний раз месяц назад приду надо следить там завтра пойдем обязательно мы ролики не слепляем вот как снимаем так и выставляем у нас идут занятия кроме того вы знаете какая у нас была миссионерская поездка по европам мы проехали от владивостока тихий океан порт находка до леса сабона португалия турция мусульманские республики прибалтику прошли и скандинавию и везде я дарил 38 книг которые у меня вышли из печати 38 томов мы это как вообще ну а визитом мы мы ехали в каждом городе везде да да я дарил книги эти книги имеют особое свойство возрождать человека если вы посмотрите в интернете вы еще найдете это это было очень непросто мы три человека и собака мы ночевали где-то в лесополосах в лесу чтобы рано встать и успеть подъехать как раз к тому времени как открываются библиотеки в городах районных центрах мы отбой был ложились спать в десять вечера а подъем в два часа за ночью мы уже трогались у нас в среднем выходила по тысячу тридцать километров в день это еще надо соседние города каждый каждый день мы проехали сто двадцать тысяч километров у нас хорошая собака была дай мне еще если возможно вы америка вот это что такое это 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 четкий четкий вот правильно сказали вот это сто поклонов три святое сто поклонов семь раз в день уже на молитву если есть возможность такая это давид говорит сто восемнадцатый псалом сто шестьдесят четвертый стих семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей за суды то есть когда бог нас судит когда бьет когда болеешь и семь раз в день нужно славить бога это какой порядок она жизнь она наполнена радостью великой целью спасти душу а когда человек живет без веры он он мучает как старики вот пенсионеры они знают что холодильник туалет телевизор больше ничего нету ну сто восемнадцатый псалом сам длинный псалом у вас библия то есть есть а какого издания чья православные или я вот не знаю сейчас я вам скажу принесите не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю я просто не захотел перебивать мне не знаю не знаю но я не знаю а это протестантская библия а вы откройте первую страницу там написано синодального синодального издания надо посмотреть надо посмотреть кто издал я я постараюсь определить можно пути я разницы нет все все это синодальный перевод он правильный в этой библии нет 11 книг 11 книг они выбросили она не полная библия православная никогда такой библии не издают в этой книге в корочка 66 книг а у православных 77 а маковейская да 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 сирахова там есть вот это быть это 2 3 ездры а тут нету они их выкинули ну это тоже евангелие тут ну есть тут конечно 66 для спасения достаточно хорошо еще вот такую книжку прочитал вот архимандрия вот а подождите-ка догматическое богословие да где вы взяли ее а у нас где ну в церкви в церкви да это православная а ну а ну титульный лист прочитайте кто там издал это православное настоящее я прочитал буду уходить сейчас от вас но пока ну пока что просто вот так я вам сейчас скину материалы скину здесь внизу о наших занятиях и когда у вас будет какая-то большая нужда но не раньше чем через месяц накопите вопросов и тогда внизу напишите могу ли я принять потому что мы сейчас пришли из храма я как раз дома а бывает звонят а в это время у нас занятия я не могу принять а вы будете думать что я я не хочу вас видеть какие да какие часы можно звонить я вам скину а ну а по видео можно звонить вечером тебе время нет я говорю если через месяц может быть у меня времени нету совсем и просто так время проводить у меня вообще времени нету по жизни нет у меня времени мне 78 лет все закончилось путь пройден ну что-то было рано нет рано ну все давайте прощать прощаться все пока с богом до свидания все отключайте